Здравствуйте дорогие телезрители! Игра Думай, Знай, Познавай Супер Блиц снова с вами. Я и ведущий Кирилл Махров. Мы подготовили, как всегда, те самые пять вопросов, которые сейчас зададим очередному нашему участнику. Поехали! Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Бразинкова Светлана Аликовна. Очень приятно. Меня Кирилл зовут. Я задам вам всего лишь пять вопросов. Надеюсь, вы дадите пять правильных ответов и заработаете заветный кубок Видное ТВ. Каких животных, согласно одной знаменитой пословице, не меняют на переправе? Сейчас вспомню. Подождите. Лошадей. Лошадей. А может, коров? Нет, лошадей. Понятно. А на сколько уверены? На пять. На пять. Лошадей или коней на переправе не меняет. Это правильно. Пять баллов в вашем активе. В своем толковом словаре Владимир Иванович Даль решил, что не смог дать должного определения двум словам – шляпа и говядина. Эти статьи он кое-чем дополнил. Еще. Чем? Ну, на этот вопрос, честно, затрудняюсь ответить. Ну, давайте подумаем. Говядина и шляпа. Вот он дал определение и потом решил. Ну, не поймет человек. Действительно, не понять. Говядина и шляпы. С чем они связаны? Как вообще могут взаимосвязаться? Вот загадка далее. Может, что это связано с человеком? Нет, он кое-чем дополнил. Может, человек любит говядину, а который носит шляпу? Ну, вот он в этом определении, что в шляпу, что говядина, добавил высказывание. Еще? Даже в голову не приходит. Скажите мне. Подскажите вы мне. Ну, куда уж подсказывать. Могу вам только правильный ответ сказать. Давайте. Это картинки. Он дополнил определение картинками. Известный факт, что Ломоносов основал МГУ. Да. С этим же связана еще одна история. Еще один факт. А сколько раз он в своем МГУ был? Я думаю, ни одного раза. А на сколько уверены? На пять. На пять. Действительно, он не был в МГУ ни одного раза. Вы смотрите День Победы по телевизору? Конечно. Ну, я имею в виду... Со слезами на глазах. Со слезами на глазах имею в виду Парад Победы. Да. Да. В связи с этим вопрос. На праздновании какой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на Параде Победы в Москве, прошли войска иностранных государств, в том числе Великобритании, США и Франции? Это было на 50-летие, на 60-летие, на 65-летие или на 70-летие? На 70-летие. На 70-летие. В 2015 году? Ну, это был юбилей, я точно знаю. В какой-то юбилей они прошли. Подождите, 70 лет у нас было... В 15-м. В 15-м? Ну, пускай, может быть, я ошибаюсь, но я думаю, что на 70-летие. Насколько уверены? Пять. Пять. К сожалению, это неправильно. В 2010 году, на 65-летие, и был президентом нас Дмитрий Анатольевич Медведев. Проходили и польские войска, проходили и войска Великобритании и США, как союзники. И Франции в том числе. Кому в лапы попалась кошка? Согласно утверждение мыши в басне «Мышь и крыса». Лисе? Лисе. Давайте я вам подскажу. Я вот обещал подсказывать. Соседка, слыхал ли ты добрую молву? Вбежавшая крысе мышь сказала. Ведь кошка, говорят, попалась в лапы. По-моему, там что-то такое, да? Так. Кому? Не помню. Ну, давайте подумаем. Что у нас под рифом подходит? Соседка в лапы. Еще раз. Так. Соседка, слыхал ли ты добрую молву? Вбежавшая крысе мышь сказала. Крысе. Ведь кошка, говорят, попалась в лапы крысе. То есть крыса сидит у нас, кошку там доедает, да? Она домалывает. Она и о. Подсказывайте. Ну, вот я подсказал уже. Правильный ответ. Правильный ответ. Соседка, слыхал ли ты добрую молву? Вбежавшая крысе мышь сказала. Ведь кошка, говорят, попалась в когте льву. Точно. Видите, я вот, оказывается, давно закончила школу. Ничего страшного. В любом случае, спасибо вам огромное. Спасибо. 20 баллов вы не набрали, но от наших друзей я дарю вам такой сертификат на 1000 рублей клиника красоты. Ой, спасибо вам большое. Оставайтесь такой же красивой, здоровой и жизнерадостной. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Надеюсь, меня не покажут по-видимому. У вас обязательно... Позор мой. Никакого позора здесь нету. Наоборот, мы с вами хорошо и весело провели эти несколько минут. Спасибо вам огромное. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Удачи вам. Удачи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...